Это могила погибшего бизнесмена Александра Черномаза. Его убили накануне Нового года, 26 декабря. В тот день он как раз вернулся в Харьков на вечернем столичном экспрессе. Мужчина едва успел пересечь привокзальную площадь, как на него накинулись неизвестные. Когда он к такси подходил, его запихнули в машину и увезли. Причем были люди, которые были очевидцы, были в это время на вокзале. И было несколько звонков на 102. Люди сообщили номер машины и сообщили, что 5 человек избивают мужчину и запихивают в машину. При этом люди позвонили, но его увезли. Около часа ночи Александра привезли в больницу неотложной помощи. Уже, как констатировали медики, мертвого. Мужчина был жестоко избит, на теле не было живого места, даже сломали основание свода черепа. Однако водитель автомобиля, на котором привезли тело, задержан не был. Хватило, говорит сестра погибшего, уверение, что он помощник депутата. При этом человек, который его привез, сказал свою фамилию, имя и уехал. Никто его не задержал, не опросил, и он уехал. Машина также принадлежала ему, и на сегодня никто не арестован, и в розыск никто не объявлен. Мужчина, который его привез, это Михаличенко Сергей. Это официально известный факт. Это человек, личность, которая участвовала во многих сомнительных мероприятиях. Сергей Михайличенко по кличке Джонсон действительно широко известный в узких кругах Харькова персонаж. Первый раз он засветился на больших экранах в 2006 году в ходе массовой драки на Клочковской, которая вспыхнула во время митинга против строительства супермаркета. Тогда под дирижерством Михаила Добкина и Геннадия Кернеса он выступил боевым командиром ударной группы людей в белых перчатках, предшественников тетушек. Так решались вопросы с коммерческими оппонентами власти, торговой группой «Таргет». Как раз с именем Геннадия Кернеса Джонсона будут неоднократно связывать в прессе. Возможно, именно поэтому ему так легко удавалось уйти от уголовного наказания. Ведь после 2006 года Михаиличенко был объявлен в розыск и даже задержан лично начальником областного управления милиции Виктором Разводовским. Однако уже в связи с другим делом. Ведь по делу о драке на Клочковской Джонсон был амнистирован. А вот по обвинению в нападении на депутата Московского райсовета от партии регионов Олега Медведева, которому отрезали уши, нос и порезали ягодицы, его и задержали. Джонсон утверждал в 2009 году разводовский, командовал исполнителями в этом деле. Некачественный наркотик, расскажет потом Олег Медведев на суде по обвинению Михаиличенко, поставлялся близким Добкина и Кернеса. Однако к этому моменту сам пострадавший депутат окажется за решеткой. Его осудят на 10 лет за попытку покушения на харьковских градоначальников. Будет обнародована аудиозапись, на которой Медведев грозится отомстить Кернесу. Михаиличенко к тому времени уже окажется на свободе. На заседание по обвинению в нападении на Олега Медведева он будет ходить из дома, в то время как самого пострадавшего будут привозить в автозаке и отрицать какую-либо причастность к преступлению. Сергей Гей, скажите, пожалуйста, вы признаете свою вину? Нет. А почему? Вы были тогда? Конечно, нет. Более того, вскоре и сам Олег Медведев, который сначала утверждал, что он хорошо запомнил, что нападающими на него руководил Михаиличенко, засомневается. Сразу после этого Кассационный суд изменит наказание депутату на более мягкое, и он сможет выйти на свободу к престарелым родителям, у которых к тому времени отберут весь бизнес. А Михаиличенко снова выйдет сухим из воды. Долгое время о нем ничего не было слышно, пока в ноябре 2013 в Харькове не было совершено двойное разбойное нападение. Сначала неизвестный около супермаркета Таргет на Академика Павлова разгромили битами автомобиля «Менял» и их клиентов, торговцев из России. По непроверенной информации, было похищено 600 тысяч гривен. Буквально через четверть часа преступники напали на находящийся в трех кварталах ресторан «Семейный очаг» и просто разбили витражные стекла. Молодчики не найдены до сих пор, но как минимум два источника АТН утверждают, к этой боевой группе может быть причастен Джонсон. Скорее всего, целью было не столько ограбление, а сколько демонстрация силы возвращения в город. Хотя хозяин очага Сергей Кравченко, юрист, которого также называют близким Кернесу, говорит, что ничего не знает о том, что к нападению причастен Михаиличенко. 25 декабря в Харькове совершено нападение на соорганизатора Харьковского Майдана Дмитрия Пелепца. Ему, как и Олегу Медведеву, неизвестные порезали ягодицы. Джонсон, утверждают источники АТН, близкий к правоохранительным органам, находился рядом. А уже 26-го был убит предприниматель Александр Черномас. Его сестра говорит о причинах похищения брата, можно только догадываться. Возможно, его и не хотели убивать, просто перестарались, поэтому и привезли в больницу. О каком-либо конфликте брата с Джонсоном или его покровителями она не знает. Однако не скрывает, с 2011 года у него начались проблемы с бизнесом. Черномас занимался аграрными проектами и рестораном «Метрополь», но от него ему пришлось отказаться. Разные источники говорят, что интерес к бизнесмену преступники могли проявить из-за его загородного дома или документов, а также 20 тысяч долларов, которые были у мужчины при себе. Однако Ирина не комментирует эту информацию. Сейчас по факту смерти Александра Черномаса возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако, уверяет женщина, следствие стоит на месте. Возбуждено уголовное дело, но я же говорю, на сегодня никто не арестован, даже никто не объявлен в розыск. Хотя личность, которая его привезла, отвезла, известно. В милиции расследование не комментируют. Говорят, дело ушло в прокуратуру. Прокуратуре утверждают, бумаги снова переданы в городское следственное управление милиции. Все вопросы к ним. Что до самого Сергея Михайличенко, то новостям НТН не удалось с ним связаться. Его бывший адвокат утверждает, телефон Сергея, который он знает, не отвечает. Где его искать, пока неизвестно. Марина Николаева, Андрей Домовой, Андрей Радич, агентство телевидения новости.